Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР, социалистическое государство Восточной Азии в северной части Корейского полуострова, неофициальное название страны, широко употребляемое в средствах массовой информации, Северная Корея, граничит с Китаем на севере, с Россией на северо-востоке, на юге граничит с Республикой Корея и отделялась от нее демилитаризованной зоной. С запада омывается водами Желтого моря, с востока, Японским морем, столица, город Пхеньян, КНДР образована 9 сентября 1948 года, как народно-демократическое государство, после провозглашения Республики Корея 15 августа 1948 года, власть принадлежит Трудовой партии Кореи во главе с председателем ТПК Ким Чен Ином. Корейская народно-демократическая республика расположена в Восточной Азии, на севере Корейского полуострова, имеет сухопутную границу с тремя государствами, на севере с Китаем по реке Мамна Кан и Туман Ган, на северо-востоке с России по реке Туманная, на юге с Республикой Кореи, на западе омывается Желтым морем и Корейским заливом, а на востоке Японским морем. Площадь государства – 120 540 км. Правительством КНДР территориальными водами страны объявлена акватория, прилегающая к берегу в пределах 12-мильной зоны. Рельефы полезны ископаемые территории государства преимущественно горные, изрезаны множеством долин и оврагов. На севере страны возвышаются северо-корейские горы, которые входят в Маньчжура-корейскую горную систему и отделяются от восточно-маньчжурских гор реками Юлудзен и Туманная. Венчает весь горный комплекс высочайшая точка Кореи – вулкан Поктусен. Вдоль северного побережья Японского моря протянулся хребет Хамгем с максимальной высотой более 2500 метров и располагающий еще несколькими десятками пиками высотой более 2000 метров. Между этим хребтом и вулканом Поктусен расположилась плоскогорье Кэма, которое прорезано несколькими горными цепями, идущими от границы с Китаем к хребту Хамгена побережью Японского моря. Наиболее значимая из них – Нанима Мачхолин. На юго-востоке страны выделяются скалистоглыбовые восточно-корейские горы, которые вдоль побережья Японского моря уходят в Южную Корею. Главный элемент этой горной системы – хребет Хыбек, имеющий альтернативное название Кэмгансан, что переводится как «алмазные горы». Их максимальная высота в пределах КНДР – 1638 метров. Хребет Пуктыбон, протянувшийся близ города Вансан, соединяет алмазные горы с Маньчжура – корейской горной системой. На западе КНДР лежит Пхынианская равнина. Узкая низменность имеется также на побережье Японского моря. Природа страны весьма живописна. Существует множество заповедников и национальных парков. Добываемые природные ресурсы включают в себя уголь, свинец, вольфрам, цинк, графит, магний, железо, медь, золото, перит, соль, плавяковый шпат и ДР. Климат Территория Северной Кореи имеет умеренный муссонный климат с четырьмя отдельными временами года. Зимой преобладает перенос холодных воздушных масс из Сибири. Случаются прорывы более теплого воздуха из Китая и Тихого океана. Преобладает солнечная и сухая похода. Наиболее суровые условия наблюдаются в горах на севере страны. Здесь средняя температура января составляет минус 10, минус 20 градусов. Абсолютные минимумы достигают минус 35, минус 40 градусов и ниже. Самая мягкая, короткая и бесснежная зима имеется на юго-западном и юго-восточном побережья страны. Днем здесь обычно стоит солнечная погода с плюсовыми температурами, а по ночам ударяют слабые или умеренные морозцы. Несколько раз за зиму происходит похолодание с минусовыми дневными температурами и снегопадами. Снег быстро тает. Абсолютные минимумы здесь составляют минус 20, минус 25 градусов. Средняя температура января минус 1, минус 4 градусов. В окрестностях Пхеньяна и на северо-восточном побережье зима умеренно холодная. Со средними температурами января минус 4, минус 9 градусов. С абсолютными минимумами минус 25, минус 30 градусов. Устойчивый снежный покров здесь также отсутствует. Летом Корея становится ареной борьбы между западным переносом, закачивающим тропический воздух из глубин Азии и тихоокеанским мусоном, несущим морскую свежесть. Облачность и туманы в мае-июне морской тропический воздух с обильными ливневыми дождями в июле-сентябре. В эти же месяцы на Корею иногда обрушиваются тайфуны. Наиболее прохладное короткое лето отмечается в горах на севере страны. Самое жаркое и продолжительное – на побережье Желтого моря и Восточно-Корейского залива. Средние температуры августа тут составляют плюс 23, плюс 25 градусов. Сторону границы с Россией и продолжительность лета уменьшается до 3,5 минус 4 месяца, а средние температуры августа – до плюс 21, плюс 23 градуса. Точно до таких же цифр в среднем прогревается вода в августе в открытой части Японского моря. В мелководных бухтах и в Желтом море на вода выше осадков выпадает от 600 до 1400 мм в год. Растительность. На территории Северной и Южной Кореи насчитывается всего около 3400 видов высших сосудистых растений, со значительной долей древесных пород. Примечательной особенностью КНДР является произрастание здесь аборигенных листопадных видов лавровых и падуба, а также магнолий и зевальда в условиях далеко не субтропических зим. КНДР – высокое разнообразие хвойных пород, лиан и красиво цветущих кустарников. Высотная поясность. Северная Корея лежит целиком в зоне суббареальных ландшафтов. В горах присутствуют высотные пояса условно аналогичные зонам бареальных, таежных и субарктических ландшафтов пояс горных тундр. Характерные породы – морожка, брусника, арктаус, рододендроны, золотистый, лапланский, рядовского, пояс субальпийских кустарников, кедровый стланник, можжевельник, сибирский, рябина, бузинолистный, рододендрон, золотистый и ДР. Пояс каменно-березовых лесов – береза и реманы, китайская ольха, зеленая, в подлеске вышеперечисленные и ДР. Кустарники – пояс темнохвойных лесов, елеоянская и корейская, пихта белокора, лиственница, рябина, пухуашанская и смешанная, пояс хвойных широколиственных лесов, корейский кедр, пихта черная, тис, туя, липы, клены, колопонокс, вишни, актинидия. Пояс широколиственных лесов – дубы, орех, каштаны, мягчайшие горочеты, гробы, каркасы, шелковицы, стирокс, лаковое дерево, кюлеретерия, животные меры, административное деление. По состоянию на 2004 год территория страны была поделена на 9 провинций, 2 города прямого подчинения и 3 специальных административных региона. Столица Пхеньян – крупные города КНДР. Кроме Пхеньяна – Синэйджу, Кесон, Намха, Чхонжан, Вансан, Саривон, Соним, Хамхин, Хеджу, Канги, Хесон, Кимчхэк. Население – КНДР – моноэтническое государство. Корейцы составляют около 99% населения. Имеется также немногочисленное китайское и небольшое японское меньшинство – язык корейский. Между языками двух корейских государств имеется немало отличий, но носители разных вариантов корейского языка могут понять друг друга. История КНДР. В 1910-1945 годах Корея была колониальным владением Японии. После окончания Второй мировой войны территория Кореи и севернее 38 параллели была под контролем Советского Союза, а южнее – Соединенных Штатов Америки. СССР и США не удалось договориться об объединении страны, что привело к формированию в 1948 году двух различных правительств – Северного и Южного, каждая из которых претендовала на контроль над всей Кореей. Корейская Народно-Демократическая Республика была образована 9 сентября 1948 года в ответ на образование на юге Корейского полуострова Республики. Корея. Политическая власть была монополизирована Трудовой партией Кореи начиная с самых первых лет существования КНДР. В хозяйстве была установлена плановая экономика приблизительно с 1949 года. Практически вся промышленность, внутренняя и внешняя торговля находятся под контролем государства. В 1950 году противоречия между двумя корейскими государствами привели к началу Корейской войны. 25 июня 1950 года войска КНДР перешли границу с Республикой Кореи и вторглись на ее территорию. В войне, продолжавшейся три года, было убито и ранено около 1,3 миллиона корейцев. Разрушено более 80% жилого фонда, промышленной и транспортной инфраструктуры обоих государств. На стороне Южной Кореи в войне участвовали США, Великобритания и еще ряд стран. На стороне Северной Кореи, Китай. Корейская война закончилась заключением перемирия в 1953 году. В политическом плане положение КНДР ухудшилось из-за разрыва отношений между КНР и СССР, который начался в 1960 году. В 70-х годах рост экономики государства приостановился и даже наметился регресс по причине высоких цен на нефть после нефтяного кризиса 1973 года. Перекосы экономики в сторону тяжелой промышленности и высоких расходов на армию. Уменьшить военные расходы КНДР не могла кроме того, после слов Ким Ир Сен о том, что обе кореи воссоединятся еще при его жизни, расходы на армию только увеличились. В 1980 году в экономике КНДР произошел дефолт и до конца 80-х годов объем промышленного производства снижался. Ким Ир Сен умер в 1994 году и его преемником стал сын Ким Чен Ир. В годы его правления экономика страны продолжала стагнировать и оставаться изолированной. В июле 2002 года было объявлено о начале реформ. Валюта страны была девальвирована, а цены на сельскохозяйственную продукцию отпущены в надежде простимулировать аграрный рынок страны. Коллективное хозяйство в деревне было решено заменить на хозяйство, построенное по семейному принципу. В результате произошло увеличение зарубежных инвестиций, только Китай инвестировал 200 миллионов долларов в экономику страны в 2004 году. В 2007 году после визита президента Республики Корея в КНДР обе страны совместно обратились в ООН с просьбой содействовать объединению Кореи. 17 декабря 2011 года умер Ким Чен Ир и уже 31 декабря 2011 года его преемником стал его самый младший, третий по счету сын Ким Чен Ир. Государственное устройство. Действующая Конституция КНДР принята 27 декабря 1972 года. В нее внесены изменения 9 апреля 1992 года, 5 сентября 1998 года и 27 сентября 2009 года. Статья 1 Конституция определяет КНДР как суверенное социалистическое государство, представляющее интересы всего корейского народа. Согласно Конституции КНДР власть в стране принадлежит рабочим, крестьянам, трудовой интеллигенции, всему трудовому народу. Верховное народное собрание. Верховное народное собрание состоит из 687 депутатов избираемых на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным голосованием на 5 лет. Избирательное право с 17 лет. Выборы в Верховное народное собрание 12 Сазова прошли 8 марта 2009 года. Выборы в Верховное народное собрание ХАЯЯй Сазова прошли 9 марта 2014 года. Президиум Верховного народного собрания коллективный глава государства и постоянно действующий орган. Президиум Верховного народного собрания КНДР. Период между пленарными заседаниями. Его функции выполняет заседание Президиума, в которых участвует председатель Президиума Верховного народного собрания, его заместитель и секретарь. Президиум Верховного народного собрания был создан Конституцией 1948 года. Упразднен Конституцией 1972 года. Его функции были разделены между Постоянным Советом Верховного народного собрания, выполнявшим функции Верховного народного собрания между его сессиями и Центральным народным комитетом являвшего коллективным главой государства. Наряду с индивидуальным главой государства, президентом, должность которого была введена этой же Конституцией, восстановлен в 1998 году. Политические партии Единый Демократический Отечественный фронт, создан в 1946 году. Руководящая роль в ЕДОВ принадлежит Трудовой партии Кореи. В состав фронта входят три партии. Трудовая партия Кореи, создана в октябре 1945 года. Правящая партия КНДР, ее руководящая роль зафиксирована в Конституции. Идеологии партии является Чучхе. Социал-демократическая партия Кореи, социалистическая, создана в ноябре 1945 года, признает руководящую роль ТПК. Партия Чхон Догио Чхон Удэн, консервативная, создана в 1946 году, признает руководящую роль ТПК. Исполнительная власть, правительство, кабинет министров, члены которого, за исключением министра народной армии, назначаются Верховным народным собранием. Создан Конституцией 1948 года. Конституцией 1972 года переименован в Административный совет. Вновь получил прежнее название в 1998 году. Председатель кабинета министров Пак Пон Джу, Государственный комитет обороны является высшим органом военной власти. После смерти Ким Ир Сена, председатель ГКО с 1993 года, Ким Чен Ир стал фактическим лидером страны. После смерти Ким Чен Ир с 2011 года лидером страны является Ким Чен Ин. Судебная власть. Судами первой инстанции являются уездные народные суды, избираемые уездными народными собраниями или назначаемые Центральным судом. Кассационными судами являются провинциальные народные суды, избираемые провинциальными народными собраниями или назначаются Центральным судом. Высшей судебной инстанцией является Центральный суд, члены которого избираются Верховным народным собранием. Прокурорские надзоры осуществляют Верховная прокуратура, провинциальные и уездные прокуратуры, местная власть. Местными органами государственной власти являются народные собрания, избираемые сроком на 4 года. Местными исполнительно-распорядительными органами являются народные комитеты. До 1998 года исполнительно-распорядительными органами были административные комитеты, а народные комитеты являлись постоянно действующими органами народных собраний. Политическая ситуация после смерти Ким Ир Сена. Смерть Ким Ир Сена в 1994 году совпала с множеством серьезных проблем в стране, вызванных большими расходами на армию, распадом социалистического лагеря и разрывом традиционных экономических связей. Несмотря на необходимость решать эти проблемы, прошло три года после смерти отца, прежде чем Ким Чен Ир стал официальным лидером государства, председателем Государственного комитета обороны, во второй половине 1990-х годов в КНДР, по мнению Аланькова, произошла тихая смерть северокорейского сталинизма. Прекращение помощи со стороны СССР привело к крупномасштабному экономическому кризису, прежде всего, к постоянной нехватке питания, в связи с чем произошла легализация мелкого частного предпринимательства и челночной торговли с Китаем. Фактически отменены и многие другие ограничения. В 2000 году Ким Чен Ир, пытаясь вывести страну из международной изоляции, заявил, что КНДР готова отказаться от программы создания межконтинентальных ракет в обмен на помощь мирового сообщества в развитии северокорейской космонавтики, но уже через две недели обратил свое заявление в шутку. Очевидно, подобная инициатива была на первых порах отвергнута коллективным руководством КНДР. Позднее, однако, жесточайший экономический кризис вынудил северокорейское руководство вернуться к своему предложению. КНДР и США уже начали обсуждать возможность визита в Пханьян американского президента Билла Клинтона. Но в ноябре 2000 года в США на выборах победил Джордж Буш, объявивший крестовый поход против северокорейского коммунистического режима. И диалог оборвался, в свое время ряд СМИ регулярно выпускал публикации о возможном наследнике Ким Чен Ира. Среди возможных кандидатов называли его зятя Чан Сен Хэка, а также сыновей Ким Чон На Ма, Ким Чон Чхоли и Ким Чен Ина. Ким Чен Ир скончался 17 декабря 2011 года, 24 декабря в центральном печатном органе ТПК газете на Дон Син Мун. Ким Чен Ин впервые был назван верховным главнокомандующим Корейской народной армии. «Мы клянемся кровавыми слезами называть Ким Чен Ина нашим верховным главнокомандующим, нашим лидером». В ночь на 31 декабря Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи официально назначило его верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. По сообщению Северокорейской газеты на Дон Син Мун утвержден в должности председателя Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи. Сразу после того, как он стал руководителем КНДР, многие начали сравнивать его с Михаилом Горбачевым. 15 апреля 2012 года во время военного парада, посвященного столетию рождения Ким Ир Сена, Ким Чен Ин впервые выступил на публике. С именем нового руководителя КНДР связано нововведение в политическом лексиконе страны. Проводимый им курс получил название «Пенжин», что переводится на русский как «Параллельное развитие». Восстановился баланс влияния во власти между партийными и армейскими структурами. Возобновлена практика проведения регулярных съездов и прочих заседаний партийных структур, в том числе и на низовом уровне. Принятые в последние годы поправки в Устав партии и Конституцию КНДР наделили Политбюро новыми полномочиями. В целом же политика «Пенжин» объясняется как политика параллельного экономического роста и наращивания ядерных арсеналов. Вложение в ядерную отрасль рассматривается северокорейским руководством как более эффективное средство поддержания обороноспособности страны в сравнении с перевооружением армии, конвенциональным оружием. Культура. В КНДР существует развитая киноиндустрия, производящая кинофильмы в духе социалистического реализма с корейской спецификой. Производятся и мультипликационные фильмы. Утверждается, что северокорейские мультипликаторы нередко выполняют заказы для европейских и американских студий. Религия КНДР является светским государством. Большинство населения – атеисты. Конституции КНДР сказано, что гражданам гарантируется свобода совести. В КНДР церковь отделена от государства. Новое руководство страны развернуло атеистическую пропаганду и решительную борьбу с религией. Очень активна секта церковь объединения МНА. В настоящее время в КНДР действуют два христианских храма – один католический и один православный. Номинальные интересы христиан представляет Корейская христианская ассоциация православных верующих. Объединяет православный комитет КНДР. Спорт в КНДР популярны как и традиционные корейские, так и многие западные виды спорта. Образование. С 1975 года в КНДР осуществлен переход к всеобщему обязательному 11-летнему обучению. В стране работают до 150 вузов. В сфере высшего и среднего специального образования преобладает подготовка по техническим специальностям. Крупнейшее высшее учебное заведение КНДР – университет Ким Ирсена. Здравоохранение. В КНДР существует государственное медицинское обслуживание и система медицинского страхования. Расходы на здравоохранение составляют около 3% ВВП. С 1950 года страна уделяет большое внимание здравоохранению. Так, в период между 1955 и 1986 годом количество больниц выросло с 285 до 2401. Количество поликлиник с 1020 до 5644 имеются больницы при фабриках и шахтах. Начиная с 1979 года больший акцент был сделан на традиционную корейскую медицину, основанную на лечении травами и акупунктуре. Ситуация с медицинским обслуживанием населения в КНДР резко ухудшилась после 1990 года в результате стихийных бедствий, экономических проблем и нехватки энергии. Почти 100% населения имеет доступ к воде, но она не всегда пригодна для питья. Инфекционные заболевания, такие как и туберкулез, малярия и гепатит эндемичны в стране. Средняя продолжительность жизни в Северной Корее – 68,89 лет. 149 место в мире по оценкам ЦРУ за 2011 год.